В Муравленко создана новая общественная организация родителей и детей с особенностями развития «Счастливые дети». Это площадка, которая открывает новые возможности для оказания реабилитационной помощи маленьким горожанам. Все подробности у Анастасии Поповой. Рефлекторный массаж мышц лица и рта, кинезиотерапия, психологологопедическая коррекция и лечебная физкультура – это лишь часть услуг, которые смогут получить муравленковские дети с особенностями развития. Местная общественная организация «Счастливые дети» сегодня открыла свои двери. В ближайшее время мы собираем советы и приглашаем наших родителей, детки СОВЗ, они же инвалиды, чтобы вступили в нашу местную общественную организацию. Мы соберем собрание, где озвучим наш устав, наши планы на будущее. Они должны написать заявление, чтобы вступить в нашу общественную организацию. Мы расскажем, как мы будем работать. Реабилитационная работа будет вестись в сотрудничестве со специалистами Омского центра детской неврологии и реабилитации «Ангел». Врачи уже оказывали помощь юным муравленковцам особой заботы. Большинство специалистов на сегодня получили обучение у немецких специалистов. На сегодня методики популярны практически во всем мире, но не имеют обязательной сертификации в России и, соответственно, не входят в спектр обязательных медицинских услуг. В этот раз реабилитацию пройдут 20 детей. Одной из первых на приеме у специалистов побывала 4-летняя Эмилия Давлетова. Еще раз теперь перед собой встретились обе ручки. На это разводим. Раз. Девочка, как и другие дети, пройдет курс реабилитации, состоящий из 10 занятий. Специалисты занимаются нашими детьми, чтобы они были здоровыми, счастливыми, развивались. О необходимости предоставления качественных услуг инвалидам и семьям, воспитывающим детей особой заботы, говорил президент Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Важно не останавливаться на достигнутом, искать новые варианты оказания помощи. Общественная организация «Счастливые дети» готова к этому. Знают, что могут рассчитывать на поддержку. Ответственное отношение со стороны родителей и понимание того, как на самых ранних стадиях необходимо помочь своему ребенку. Поэтому здесь, конечно же, данная общественная организация, она может рассчитывать на самую разнообразную всестороннюю помощь и поддержку, как администрация, как непосредственно должностных лиц, так и, конечно же, на грантовую поддержку. То есть мы об этом обязательно говорим, мы это обсуждаем. И здесь самое главное, чтобы все усилия были направлены на помощь и поддержку наших детей. Местная общественная организация «Счастливые дети» стала обладателем гранта в размере 250 тысяч рублей из городского бюджета. Впереди еще несколько конкурсов, победа в которых принесет дополнительные средства. Новой организации необходимо оборудовать помещения специальной аппаратурой и техникой.